здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков в этом видео я расскажу не просто как приготовить овсяную кашу на молоке правильно для детей и взрослых вы узнаете несколько больше правильно приготовил овсяную кашу на молоке вы можете провести бесплатно диагностику своего желудка также бесплатная диагностика поджелудочной железы может быть если вы будете готовить правильно и одновременно можно избавиться от сдутия живота либо метеоризма и вылечить дисбактериоз кишечника если вам такие бонусы подходят смотрите это видео дальше много полезной информации думаю вы узнаете и также вы узнаете когда нужно применить в правильном приготовлении овсянки вот этот аксессуар который есть у каждого на кухне и так первый полезный совет диетолога чего начинается правильное приготовление овсянки на молоке выбор крупы вы должны знать как выбрать крупу овсяную в магазине либо супермаркете правильно для этого нужно учитывать один очень важный признак это овсяная крупа должна быть в воздухонепроницаемой таре ну естественно срок годности тоже должен быть правильным то есть овсянка должна быть годна к приготовлению если вы хотите попробовать приготовить овсяную кашу взяв крупу на развес либо в картонной таре не советую почему в конце этого видео я дам ссылку где подробно рассказываю какие виды крупы лучше для здоровья а вы сделаете тот выбор который сделаете и так выбор крупы номер один далее нужно крупу овсяную правильно подготовить для приготовления овсяной каши на молоке и вот здесь появляется вот этот интересный аксессуар овсяную крупу нужно обязательно промыть под струей холодной проточной воды чтобы избавиться от тех нежелательных компонентов которые могли находиться на поверхности этой великолепной крупы в том случае если вы не знали или не могли контролировать полностью весь процесс производства овсянки от выращивания на поле до появления у вас на кухне в этом случае дуршлаг поможет вам избавиться от части опасностей третий полезный совет диетолога далее промытую овсяную крупу вы помещаете в емкость где будет готовиться овсяная каша на молоке и настаивать не на молоке а на воде что вам даст вода и в каком количестве ее использовать количество воды теплая вода заливайте овсяную крупу чтобы только покрыть ее поверхность и настаиваете до тех пор пока вода не впитается в овсяную крупу после этого добавляете молоко доводите до кипения специи и пряности по вкусу при остывании вас удалось приготовить овсяную кашу на молоке правильно и если вы таким способом теперь употребляете приготовленную овсяную кашу на молоке у вас уменьшилось дутие живота это говорит о том что диагностика вашего уровня здоровья в домашних условиях состоялась вы бесплатно протестировать свою поджелудочную железу иными словами у вас есть хронический панкреатит снижение секреторной способности поджелудочной железы и как минимум углеводы крахмал у вас переварился плохо и у вас был повышен онкологический риск на углеводах в кишечнике очень любят размножаться возбудители грибковых инфекций одна из более 20 теорий развития рака именно грибковая в этой книге опубликованные больше 10 лет назад я опубликовал и другие факторы риска которые нужно учитывать для того чтобы не заболеть раком или провести самодиагностику и выявить онкологическое заболевание на родных них стадии от этого зависит успех лечения разная выживаемость больных на разных стадиях но если вы теперь будете готовить овсяную кашу на молоке правильно онкологический риск у вас будет снижен на всяком случае от этой причины и уровень здоровья соответственно повысится но если вздутие живота уменьшилась но сохраняется скорее всего ваш желудок работает не самым лучшим образом я бы советую провести вам еще один тест а именно советую вам приготовить овсяную кашу на воде если в таком способе приготовления овсяной каши у вас вздутие живота уменьшилось скорее всего у вас был конфликт белков иными словами диагностика вашего желудка состоялась секреторная способность вашего желудка снижена и способность переваривать полноценные белки также снижена я бы советовал вам готовить если вы любите овсяную кашу готовить все-таки овсяную крупу на воде овсяная каша на воде в данном случае более полезно чем овсяная каша на молоке два вида белка молочный и из овсяной крупы ваш желудок переварить не так полноценно и это вновь диагностика бесплатная диагностика организма в домашних условиях и это нужно знать правильно учитывать предупрежден вооружен а тестировать свою пищеварительную систему слишком сложным данном случае продуктом питания я бы вам не советовал конечно если вы употребляете и готовите овсянку на воде так как я советую ссылку в конце видео дам и у вас вздутие живота исчезло то скорее всего это была единственная причина по которой был у вас дисбактериоз кишечнике если жду те живота уменьшилась но сохраняется по всей видимости вы и другие ошибки совершаете вы не знали до этого не только как правильно приготовить овсяную кашу и другие ошибки совершаете неправильно готовите возможно некоторые блюда напитки проблем нет ищите кулинарный канал диетолога скачком там несколько сотен видео на тему как готовить пищу продукты питания напитки правильно чтобы ваш уровень здоровья был выше ну и соответственно активное долголетие было перспективе в этом случае вы будете больше здоровья иметь и меньше ошибок совершать чтобы не рисковать самым ценным это ваша жизнь вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения если вы не успели поставить лайк на это видео лайк уже можете поставить если забыли что-то отметить в комментариях пишите в комментариях свое мнение свои пожелания свои вопросы по мере наличия свободного времени буду на них отвечать если вы что-то пропустили не вопрос вернитесь к началу видео прослушайте еще раз возможно я быстро говорил и какие-то небольшие нюансы вы пропустили и не беда видео осталось если вы подписчик моего канала вообще проблем нет если не подписчик становитесь подписчиком и сотни видео будет находить вам значительно проще но если вы не уверены в экологической чистоте овсянки не вопрос одновременно можно увеличить способность вашей иммунной системе бороться с онкоклетками вы на этапе замачивания овсяной крупы можете уже очистить правильно измельчить морковь добавить к овсяной крупе после этого молоко и вы можете приготовить еще один вид овсяной каши на молоке с более высокой степенью влияния на вашу иммунную систему в борьбе с онкологическими заболеваниями а также морковка в такой комбинации прекрасный фактор профилактика атеросклероза это достаточно серьезная причина смерти у современных людей вот таким простым способом можно приготовить овсяную кашу на молоке укрепить ваше здоровье обеспечить ваш организм правильным полноценным питанием до новых встреч на моих видео каналах доктора скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм не забывайте искать кулинарный канал диетолога скачко сотни видео для вашего здоровья и активного долголетия до новых встреч